Сын Коли Баскова. Где живет и почему не общается с отцом? Мальчик давно забыл своего настоящего папу. Николай Басков снискал популярность и любовь миллионов зрителей. У него есть деньги и слава, а вот что с личной жизнью. По слухам, у него было довольно много романов с красивыми и знаменитыми женщинами. А вот о ком давно не слышно, так это о его бывшей и единственной официальной жене и их общем сыне Брониславе. Они поженились в 2001 году. Он подающий надежды певец, она любимая дочь, сильно обеспеченного папы. Отец Марии Шпигель на тот момент работал в Совете Федерации, владел фармацевтическим бизнесом. На тот момент карьера Николая была на взлете. Много съемок, гастролей, перелетов. В таком плотном графике певцу было сложно полноценно уделять внимание молодой жене. На почве долгого отсутствия мужа дома у Коли и Маши возникали разногласия, но чувства сглаживали семейные разы. Спустя 5 лет в 2005 году Басков впервые становится отцом. Было много споров, как же назвать мальчика и чью фамилию дать. В итоге решили дать малышу имя Бронислав и двойную фамилию Басков Шпигель. Певец был счастлив, старался длить больше времени сыну и жене, но у него это плохо получалось. Народ любил Баскова и все больше требовал его присутствия на телевизионных концертах и гастролях по России. Основным воспитанием сына занималась сама Мария, что ее совсем не устраивало. Скандалы возобновились в удвоенном объеме. В 2008 году пара официально развелась, но Маша Шпигель недолго ходила со статусом возведенных женщин. В скором времени Мария выходит замуж за украинского депутата-пизнесмена Вячеслава Соболева. В те времена он влиятельным лицом независимый. Шпигель приезжает к мужу. С момента развода Басков перестает видеться с сыном. Мария активно способствует этому. Спустя некоторое время Николай узнает, что его единственный сын больше не носит его фамилии. Неизвестно, пытался ли певец добиться встреч с Брониславом у своей бывшей жены. Возможно, она встила ему за долгое отсутствие дома и невнимание. И с помощью связи своего отца сделала так, чтобы Николай больше не виделся с сыном. Кстати, ее личная жизнь с новым мужем не сложилась. Как только Украина официально разорвала все отношения с Россией, второй муж Шпигель подал на развод и отказался от детей. Бронислава, который считал его отцом и родной дочерью, появилась в браке с Машей. После второго развода Шпигель переехала в Израиль. Больше о ее личной жизни ничего не известно. «Естественно, дети отправились в новую страну вслед за мамой». Басков не предпринимал попыток или не имел возможности видеть Бронислава и участвовать в его воспитании. Николай все последующие годы строил карьеру весьма успешно. Пел дуэты, вел шоу, записывал клипы. В 33 года стал народным артистом в России, чем очень гордиться. Правда, личная жизнь у него не оладилась. Хоть и красивых и умных девушек в его окружении хватало. Новость о том, что Бронислав вместе с мамой и сестрой теперь живет в Москве, рассказали пиктивы на листах. Они же показали Николаю фотографии его подросшего сына. Басков был удивлен, увиденным. Он несколько минут молча разглядывал фото Бронислава. Как-то комментировать фото он не захотел, просто молча вышел из комнаты.